Друзья, всем привет! В начале, как только я начал заниматься шариками, у меня возникли вопросы даже к самым элементарным вещам. К примеру, как завязать латексный шарик. Сделаю это не с первой попытки и даже не со второй. Какое-то время я все-таки учился, научился. Хочу показать и вам. Может быть, у кого-то тоже возникает вопрос, поэтому надуваем шарик. Надувать лучше всего компрессором или насосом. Не надувайте, пожалуйста, ртом. Даже на многих пачках латексных шариков написано не надувать ртом. Внутри шарика находится тальк. Он все-таки оказывается не безвреден. Так, значит, показываю. Вот у нас хвостик. Называется это узко. Его оттягиваем. Кто как делает. Кто делает на три пальца. Кому это удобно. Кто делает на два пальца. Кто делает на два пальца указательный и средний. Кто делает на два пальца средний и безымянный. Кто как. Думаю, со временем вы сами определитесь, кого к вам будет удобно. Берем, оттягиваем, пускай будет два пальца. Оттягиваем, поворачиваем и вот вставляем вот таким образом. Дальше через пуску перекидываем петлю и когда она слетает, у нас получается узелок. Узелок можно так подтянуть. То есть, держа узелок, тянем пучку. Не наоборот. Если наоборот будете тянуть, то в этом месте она повредится. И, к примеру, давайте еще раз я покажу. Можно таким образом. Можно вот через три пальца. Как угодно. Еще можно завязывать вместе с ленточкой, чтобы сэкономить время. Просто ленточку также берем вместе с хвостиком, спускай и также просто завязываем. Просто вместе. У нас получается, ленточка находится внутри узелка. Все это делается лишь для скорости, для быстроты. На самом деле я так не делаю. Очень часто ленточки, особенно металлизированные, они повреждают часть узелка. Поэтому, конечно, лучше завязывать ниже узелка. Тогда точно повреждений шариков не нанесешь. Хотя эстетически, может быть, это не совсем красиво. Все. Спасибо за просмотр. Поставьте, напишите комментарий, колокольчик и так далее. Вы все знаете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok